Друзья, ну вот наши замечательные бриоши. Посмотрите, какое чудо это получилось. Посмотрите, какие они нереально красивые, воздушные, пушистые бриоши у нас получились. Это просто какая-то прелесть. Вот сейчас разломлю и покажу вам, какие они внутри. Они нереально ароматные и нереально волокнистые. Вот смотрите, сейчас разламываю. Видите, какая прелесть получилась. Посмотрите, какие волокна. Видите, какое чудо это получается. Очень замечательные бриоши. Сейчас мы еще разрежем и посмотрим, какие они внутри. И внутри они вот такие чудесные. Посмотрите, какая нежная-нежная выпечка. Вот такие все очень нежненькие. Вот видите, такая прелесть получилась. Готовим. В кефир добавляем молоко и добавляем дрожжи. Добавляем 2 столовые ложки муки. Перемешиваем хорошо. Накрываем пленкой. Оставляем на 30 минут. Но я вот не выдержала 30 минут. Очень торопилась. Выдерживала только 15. Далее добавляем яйца, муку, мед, цедру. И замешиваем наше тесто. По желанию можно добавить также ваниль. Замешиваем наше тесто. Замешивать вот здесь необходимо 10-15 минут. 15 даже лучше. Вот снимаем. Посмотрите, какое тесто замечательное сейчас уже получилось. Вот так вот обминаем его. Накрываем пленкой. Оставляем на 2 часа. Посмотрите, какое чудо получилось. Видите, какое оно. Оно очень хорошо поднялось, воздушное. Добавляем соль, перемешиваем и начинаем вводить по маленькому кусочку размягченное сливочное масло. Прям кусочек внесли и полностью нужно вмешать его в тесто. Вмешали, следующее внесли. Далее миску смазываем растительным маслом и перекладываем наше тесто туда. Округляем. Просто тесто нереально приятное, очень приятное на ощупь. И накрываем крышкой. А теперь посмотрите, что за чудо у нас получилось. Это просто какое-то чудо. Выкладываем на стол. Присыпаем вот так вот немного мукой. Много не присыпайте. И делим вот так на 2 части. Разделили на 2 части. Округлили в такие шарики. Накрываем пленочкой. И оставляем отдохнуть минут на 20. Далее открываем. Вот одну убираем, одну с одной занимаемся. Вот посмотрите, какие пузыри в этом тесте. Присыпаем слегка-слегка. Присыпаем мукой. И раскатываем наше тесто. Раскатываем в такой квадрат. Делим этот квадрат на 2 половинки. Выкладываем наши цукаты. Я здесь даже выкладывала шоколад. Цукаты, шоколад, изюм, курагу. Вот так сворачиваем рулетиком. Свернули рулетиком. Защипнули краешки все. Со второй половинкой делаем все то же самое. И теперь сейчас будем делать формовку наших бриошей. Вот смотрите, одну кладем на другую. И начинаем вот так вот заворачивать. И вот так вот формируем. Ничего сложного нету, а получается очень красиво, как мне кажется. Вот так вот заплетаем. Краешки подворачиваем. И выкладываем форму. Вот это одна бриошь. Сейчас я специально показала на двух, чтобы было понятнее, если кто не успел досмотреть до конца. Вот тесто просто шикарное. Вот сейчас раскатываем. Раскатываем снова в такой квадрат. Разрезаем на две половинки. Выкладываем наши цукаты, изюм, курагу, клюкву, все что угодно. Защипываем краешки. И вот так вот будем формовать. Вот видите, приподнимаем, складываем краешки, заворачиваем. И перекладываем форму. Вот обратите внимание, сейчас я переложу форму. Вот видите, какая она. И вот после расстойки какие бриоши у нас получаются. Видите, они заполнили почти всю форму. Смазываем желтком с одной столовой ложкой молока и отправляем на выпечку. Замечательные бриоши у нас получились.